Привет, сегодня с тобой говорим, можно ли похудеть при сахарном диабете. Есть первый и второй тип диабета, но я сегодня хочу немножко с тобой действительно поговорить про эти вещи. Я нутрициолог и медицинский психолог. Похудеть можно при любом заболевании, и это проверено. Могу сказать, что моя мама похудела достаточно сильно. И я расскажу, какие продукты она использовала и чем я ей помогала. Обязательно при сахарном диабете я включаю в рацион своим клиентам зеленые листовые овощи. И это история, которая действительно важна. Рыба, жирные кислоты, великолепные помощники в предотвращении диабета и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Оливковое масло, орехи, цитрусовые. Все цитрусовые содержат антиоксиданты. Великолепный помощник поддержки инсулина в крови. Другой момент, цельные зерна, это выбор каждого. У себя я исключила, а у мамы подключила только гречку. Употребление цельного зерна уменьшает риск развития диабета, но это не доказано везде. Поэтому я к этому очень скептически отношусь и пока еще для себя лично не приняла решение. Но могу сказать, что вот так мы с мамой решили. Другой момент, корица, имбирь, все это важно. Но что мы четко исключили? Сладкое, всю выпечку, жирные продукты питания. Эти блюда способны повлиять на уровень глюкозы очень-очень сильно. И соответственно, все жирное мы временно исключили. Такое максимально жирное. Яйца оставили, рыбу оставили, кисломолочную продукцию оставили. И другой момент, конечно, трансжиры. Фрукты мы исключили, кроме ягод. И иногда были зеленые яблоки. Другой момент, калории, конечно, она какое-то время не считала. Но основные блюда, которые она использовала, это птица, мясо, рыба. Закуски, это овощи. Сладости, это ягоды. И яичные блюда, соответственно, все это она использовала. Другие стратегии моих клиентов. Некоторые переходят на кетофлекс. Некоторые сидят на кето. И достаточно быстро с этим справляются. Другой момент, я использую LCFH. Диета, соответственно, это история более-более безопасная. Другой момент, бывает сахарный диабет у детей. Питание детей, больных с сахарным диабетом, должно быть богато овощами. И, соответственно, можно употреблять в пищу несладкие фрукты, мясо, рыбу, птицу. Молоко и творог желательно давать те, которые имеют небольшой процент жирности. И другой момент, бывает еще гистационный сахарный диабет. И, соответственно, все это будет на вас очень-очень сильно влиять. Поэтому пишите свои вопросы, и я с радостью вам отвечу. Похудеть можно при диабете, при разном, при разной запущенности. И, соответственно, надо сейчас будет провериться, да, уже столько времени прошло. Это очень страшно, неприятно. Но мне помогло, мне ничего не помогало, как всякие вот эти стратегии. Ешь меньше углеводов, считай калории, считай то, считай все. В общем, я жестко перешла в тот момент на кето. И кето, ну, был кетофлекс, да. Но после сдачи анализов я забыла в тот момент на достаточно надолго. Диабет могут провоцировать вирусные заболевания, могут аутоиммунка провоцировать. Диабет могут провоцировать стрессы. И, кстати, химическая еда. То есть вы берете там мяску, рыбку, она какая-нибудь обработанная. Это тоже, кстати, есть такие провокаторы, упичканные пестицидами, гербицидами. Это влияет на поджелудочную. Так что бывает, диабет случается по вопросам химии в организме. И что хочется сказать. У меня есть сейчас в видении три девочки с диабетом. Они у меня в психотерапии и в нутрицептической поддержке. Про гликемию они знают. Две из них не на кето, одна только на кето. И две из них питаются таким образом, как я вам назвала. Там есть клетчатка, белки, жиры и даже есть углеводы. Соответственно, низкая гликемия, ни фруктозы они себе там прям вот она объелась этой фруктозой. Нет такого. Пишите вопросы, я с радостью вам дам обратную связь.